Почему многие мечты не реализуются? Очень многие мечты не реализуются. Часто мне пишут о том, чем отличается мечта от цели. Очень много пишет об этом. Без мечты жить нельзя. Без мечты, без надежды жить нельзя. Иногда часто бывает, что люди думают, что мечты якобы нереализуемы в связи с тем, что нет ресурсов, нет возможности. то якобы они мечтали одно, а в реальности получилось другое. И ты видишь, что через некоторое время, через 10 лет, 20-25 стран объездил. Здравствуйте, дорогие наши друзья, дорогие наши читатели, дорогие наши слушатели. Спасибо, что смотрите наши рубрики. Часто мне пишут о том, чем отличается мечта от цели. Очень много пишут об этом, чем отличается мечта от цели и так далее. Знаете, без мечты жить нельзя. Без мечты, без надежды жить нельзя. Потому что в надежде есть духовность. А пессимизм нет. В пессимизме нет духовности. Поэтому нельзя без мечты и надежды жить. Всегда надо стараться, чтобы жить с мечтой. Иногда часто бывает, что люди думают, что мечты, они якобы нереализуемы. Они в связи с тем, что то нет ресурсов, то нет возможности, то якобы они мечтали одно, а в реальности получилось другое. Это почему так происходит? Потому что, если вы внимательно посмотрите, может быть, 90%, может быть, чуть больше этого. Даже процент людей, они живут не так, как мечтали. Они живут так, как получается. А теперь подумаем. А могли бы они жить, как они мечтали? Конечно, могли бы. Они очень хорошо могли бы даже. Дело в том, что большинство людей, они думают, что внешние события, внешняя ситуация им не подвластна. Они думают, что внешняя ситуация сильнее моей мечты. Внешняя ситуация управляет мной. Они начинают постоянно страдать от этого. Я не говорю, что вы можете отказать, то есть игнорировать внешнюю ситуацию. Например, экономический спад, вашу судьбу, то, что так получается иногда с жизнью, что кто-то заболеет, кто-то потеряет и так далее. Да, правильно. Эти трудности у всех есть. Вы думаете, что у успешных людей нет в этой внешней ситуации? И у успешных людей есть тоже эти внешние проблемы, внешние ситуации. Просто успешные люди начинают делать то, на что у них есть в данный момент возможность повелять. Например, они не сидят, не жалуются, они не говорят то. О, это у меня судьба такая, мне Бог не давал. Вот сейчас курс валюты такой и так далее, и так далее. И политики такие ски. Успешные люди не сидят, не жалуются. Они просто ищут из того, что есть у них под рукой, на что можно повелять. Они начинают именно с того, что им по силам повелять. Они начинают по чуть-чуть это делать. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Видите, что через 2-3 года какое-то небольшое изменение есть. Небольшое улучшение есть. Но мечта отличается. Вы должны понимать, что когда у вас есть мечту, его надо лилеть. Это как дерево, как семена. Семена, которые вы положили в своем сердце. А потом путем надежды и путем самообразования постепенно, постоянно надо работать, чтобы эта мечта развивалась. Она как дерево, чтобы она стала плодоносящей. Чтобы она выросла и смогла давать плоди. Поэтому надежда ваша, она поливает вашу мечту. Надежда ваша поддерживает вашу мечту. И вот так идет рост. Уловили? Это идет рост. Теперь. Но мечта отличается от цель. Почему? Дело в том, что почему многие мечты не реализуются. Очень многие мечты не реализуются. По какой причине? По той причине, что их хозяин мечты должен превращать в цель. А цель превращает в план действий. А план действий на маленькие-маленькие задачи. Поэтому, если мечта остается на уровне мечты, она будет как на уровне желания и мечты. Просто временами человек говорит, ой, я так хотел бы, я хотел бы стать космонавтом. Я хотел бы объездить мир, я хотел бы стать миллионером, я хотел бы иметь свой собственный бизнес. Это просто остается на уровне мечты. Но когда она превращается в цель? Мечта превращается в цель только тогда, когда вы его даете некую измеримость. То есть, конкретика даете и измеримость становится. Например, я мечтаю жить богато. Видите, она абстрактна. Я мечтаю жить счастливо. Это тоже абстрактно. Я мечтаю объездить весь мир. Я мечтаю стать известным. Это все мечта. Так? А теперь, смотрите. А теперь, как любую из этих мечтей превращать в цель? Например, я мечтаю стать богатым. Теперь, цель. Построить бизнес, который мне дает, например, скажем, 5000 долларов ежемесячно. Построить бизнес, который дает мне ежемесячно 5000 долларов. А теперь, видите, мы говорили слово бизнес. Сифры сказали, ежемесячный срок сказали. Но мы не говорили еще конкретника, какой бизнес. А теперь, построить бизнес-магазин запчастей, который мне ежемесячно дает 5000 долларов прибыли. вот это уже цель а когда говорю что вот построить магазин запчастей который мне дают ежемесячно 5000 долларов до конца 2020 года вот эта конкретная цель видите она измерима она понятна когда определился видите конкретика есть срок есть сифра есть измеримость есть и так далее когда человек определили то он начнет план составит он начнет искать он начинает искать именно где бы мог бы это магазин запчастей строит или там арендовать где бы он мог бы открыть это магазин он начнет искать какой вид запчастей более легче продавать или больше мог бы продавать на что маржинал нас было бы больше на что мог бы зарабатывать это уже внутри план то есть цель был магазин запчастей который до 5000 долларов прибыл в месяц, а план составляется где искать такого магазина, какие запчасти продукты то есть это все уже вливает то есть влияет после того когда он делает подробный маркетинг изучение рынка, чтобы понять, вот или например, скажем, цель мечта была объездить весь мир цель, каждый год каждый год два новых стран посещать и составляешь график в 2020 году например, скажем, что Италия, Япония в 2021 году Малайзия, Сингапур 2000 там еще, скажем 22 год, Америка Англия и так далее каждый год два стран, каждый год два стран вот такой график и ты видишь, что через некоторое время через 10 лет ты 20-25 стран объездил, и ты видишь, что потихонечку у тебя больше и больше стран появляется вот так ты начнешь видеть мир вот так ты начинаешь понимать и так далее это очень важный момент очень-очень важный момент запомните об этом, пожалуйста вот то есть получается, что когда вы говорите я хочу жить с счастливой жизнью я мечтаю жить с счастливой жизнью отлично а чем измеряется для тебя это счастье? превращай его, эту счастье, в цель как? создать хорошую семью воспитать хороших детей то есть следующий год я создам хорошую семью и так далее а если семья уже есть? если семья уже есть как надо это превращать в цель? еженедельно? один день провести с его семьей, или каждый вечер по один час заниматься своими детьми и так далее. То есть количество проведенного времени вместе со своими детьми, или со своими родителями, или со своим супругом, время, которое вы уделяете, совместные цели, которые вы достигаете, то есть совместно со мной, совместно со своей семьей сажать 20 дерева, совместно со своими детьми поехать куда-то, совместно со своими детьми делать ремонт дома. запомните именно смене счастья появляется чем больше время вы вместе проводите чем больше количество целей достигаете совместно совместно делят ремонт дома совместно сажат огород совместно сажать дерево совместно скажем прочитать одну книгу совместно путешествовать и так далее так далее совместно ходить в тенис совместно ходить скажем вместе сходить скажем фитнес-клуб вместе ходит к но и так далее количество проведенные совместное время и количество целей которые вы совместно достигаете это улучшает ваше счастье то есть когда человек мечтает очень важно что эта мечта была закреплена целью смотрите самом начале желание желание отправная точка для любого успеха желание 2 это мечта третье это то есть от желания рождается мечта от между мечта рождается цель от цели рождается что план от плана рождается задачи от задачи надо очень после это действие небольшие действия вы можете ставить большой цель я всегда людям говорю не ставь маленький цель маленький цель она иногда не мотивирует тебя но два вида цель не реализуется если слишком надути то есть он настолько надутый что нереальный например вы сейчас зарабатываете 200 долларов в месяц ставьте цель через месяц зарабатывать 10 тысяч долларов но это нереально а если один раз так случается это дело случайности может быть не знаю там что-то продадите или откуда-то какой-то сделка что-то выгодно купили продали это одноразово но это не поток это не постоянство поэтому именно не реализуется когда воздушные цели она чрезмерно нереально большая или слишком мизерная что она не мотивирует вот это два цели не реализуются всегда поэтому ставьте цель хороший большой чтобы любой препятствие который маленький препятствий который попадает чтобы она не закрывала вашей цель что ваши чтобы проблема не выглядело что больше чем ваши цели поэтому цель должно быть достаточно большой но не слишком она должна быть реально она должна быть большой но она реальны чтобы каждый раз когда вы сталкивается какие-то проблемами вы могли его видеть вы могли его видеть что а я вижу его это цель я могу достигать и так далее и чтобы проблема не закрывала ваш взор чтобы всегда умом могли видеть эту цель но потом когда вы ставите плане задача разбейте это большой цель на маленький маленький кусочки например у меня цель 10000 гектаров сажат сады я сажаю каждый год по 50 гектаров 20 гектаров 50 гектаров каждый год потихонечку постепенно получается же например у меня цель до конца жизни писать 50 книг это мой цель я пишу каждый год 1 2 3 книг сколько успеваю вот так например я просто рассказываю по то что объясняют и рассказы своей собственной жизни как это дело у меня цель построить 100 образовательные центры я начну потихонечку вот сейчас первые школах ближайшее время до конца года хочу хотя бы 5 сделать может быть даже чуть больше каждый год вот так то есть большой цель разбиваем на маленькие маленькие кусочки и когда вы достигаете это маленькой кусочки реализуйте это радует это вдохновляет это мотивирует вот так ли постепенно постепенно потихонечку развивать расширяетесь и делите просветает обычно это так делятся значит надо понимать что мечта не реализуется на 20 процент пока не превращается в цель потому что наш мозг не понимает когда она абстрактно но наш мозг конкретика любит и понимать точность конкретику понимает наш мозг именно любит конкретики точность вот такую вот так происходит эта вещь я думаю надеюсь что я мог вам что-то полезное объяснить в этом видео дорогие мои теперь под это видео напишите на пожалуйста свой опыт как до этого вы думали рубрики пишите как до этого вы читали и у вас есть мечты которые оформлены как цель превращали ли цель и и потом внизу пишите три важные вещи чему вы научились из это видео во первых и потом ответьте на несколько мои вопросы первые ответьте что такое желание ответьте что такое мечта ответьте что такое пожалуйста план и ответьте что такое задача и когда они должны появляется почему так должно быть и ответьте пожалуйста внизу в комментарии как достичь большой цели я желаю вам успехов в просветании рекомендуйте наши вот эта рубрика совете довлатова своим друзьям знакомим кому вы считаете что это помогает до новых встреч